Приветствую всех друзья, с вами Илюха и сегодня мы вновь в суровом средневековье, а именно в мире Мортхау. И давайте сегодня поговорим о Цвайхандере. Но мы поговорим об этом мече не с точки зрения его применения в игре, а я хочу сделать для вас специально небольшую историческую справку, чтобы вы знали каким же был этот самый меч в реальности. Итак, большой двуручный меч Цвайхандер, что в переводе по-немецки как раз и означает «две руки», был распространен в Европе во времена эпохи Возрождения с XIII по XVI века. Меч появился на территории современной Германии и приобрел колоссальную популярность в руках германских наемных пехотинцев Ланскнехтов во времена императора Священной Римской империи Максимилиана I около 1500 года. Вооруженные двуручниками воины получали двойную оплату за свою работу, за что получили название Доппель Солднер. Цвайхандер был тяжелым и эффективным оружием авангарда. Первая линия в бою и противостоял копьям и пикам противника, в рядах которых прорубал свободный путь для кавалерии и обычных мечников. Параметры этого тяжелого меча позволяли за один удар срубить головы нескольким врагам, поэтому воевали с Вайхандером только очень сильные и опытные воины. По легендам, перед началом боя с каждой из противоборствующих сторон выходил самый сильный рыцарь на поединок. В поздний период распространения двуручников, вооруженные ими рыцари уже часто охраняли артиллерийские батареи, поскольку именно к ним часто устремлялась вражеская кавалерия. Меч Цвайхандер имеет длину порядка двух метров, часто и более, с полутораметровым клинком и очень часто с уникальной двойной гардой и почти полуметровой рукоятью. Основная гарда могла иметь изогнутую или прямую форму, украшалась декоративными элементами, боковыми кольцами, имела ширину до 35 сантиметров. Малая гарда, называвшаяся Кабаньи Клыки, отделяла пятую, то есть незаточенную часть клинка, от боевой части лезвия. Этот участок между двумя гардами назывался Эрикасса и был самым толстым и прочным элементом всего клинка двуручника и предназначался он для захвата меча второй рукой. Это позволяло использовать Цвайхандер как древковое оружие, отражать атаки конных воинов, усиливать удар за счет плеча рычага. Очень часто Эрикасса обматывался кожаными полосками для более надежного хвата. Иногда функцию малой гарды выполняли парирующие крюки, выглядевшие как плавники или выступы на клинке, защищавшие руку воину от скользящих вниз вражеских мечей. Вес Цвайхандера составлял в среднем около 3 килограмм, но некоторые модели церемониальных тяжелых мечей достигали веса 7 килограмм. Изредка встречались и уменьшенные модели двуручников, относящиеся, как правило, к более ранним, с общей длиной до полутора метров и весом около полутора килограмм. Эфис Цвайхандера часто имел шара или грушевидное навершие, иногда выполненное в форме сердца. На Эфисе часто размещали несколько колец, чтобы было удобнее держать этот большой двуручный меч. Некоторые историки подвергают версию применения Цвайхандеров для активного проложения пути через строй врага сомнение, считая, что двуручники использовались только для показательных поединков, поскольку такая гипотеза появилась лишь в 17 веке, на 100 лет позже времени рассвета этих старинных длинных мечей. Споры возникают в основном из-за отсутствия на некоторых больших мечах парирующих крюков и наличия этого элемента на других. Другие же версии полагают основным применением Цвайхандера борьбу с кавалерией, а не с пикейщиками и копьеносцами, поскольку это якобы сложно и небезопасно. Те экземпляры старинных тяжелых мечей, которые изображаются на рисунках в книгах, внешне больше напоминают полуторные мечи, хотя, по сути, стиль боя двуручника и полуторника практически одинаков. Возможно, истина находится где-то посередине, и двуручным мечом в ближнем бою не рубили, а раздвигали строй противника, образуя в нем проходы для основной части войска. Цвайхандер часто использовался ланскнихтами в паре с Кашкадером, то есть укороченным мечом ближнего боя, Кацбальгером. Одним из наиболее известных вручных мечей является Цвайхандер Ламбер. Возможно, самым известным на сегодняшний день пользователем Цвайхандера был Пьер Герловс Дония, который, как считается, владел Цвайхандером с таким навыком, силой и эффективностью, что ему удавалось обезгладить множество людей одним ударом. Цвайхандер, которым он владел, выставлен в Хрисском музее. Он имеет длину около 213 см и вес 6,6 кг. Ну и напоследок, давайте обратимся к словам современного воина, участвовавшего в современных реконструкциях. Цитата. Могу рассказать о практике обладания и применения данного двуручного меча. Мой двуручник весит около 3 кг. По своей конструкции он ближе всего к крайним образцам таких мечей. Это довольно-таки мощное оружие. По крайней мере, выстоять в поединке против опытного бойца с таким мечом, имея полуторный или одноручный клинок, очень трудно. Он легко продавливает любые блоки. На колющем ударе он вполне способен пробить корпусную защиту типа бригантины или вскрыть сочленение лад. А шлем из стали толщиной 2 мм, что толще известных подлинных боевых средневековых шлемов, не кисло-деформирует. Про кольчугу я вообще молчу. Она в данном случае вообще не защитит. Вместо прорубленного получится изрядно изжеванный противник. На практике применение в массовом бою, как правило, это оружие застрельщиков. Оружие второго ряда, либо может применяться наоборот, для вскрытия вражеского построения в сочетании с алебардирами, ибо эффективен и на более коротких дистанциях, чем алебарда. В совсем тесной схватке может использоваться как рычаг для проведения борцовских приемов и для нанесения очень травматичных ударов перекрестьем и навершием. При этом он удерживается на манер шеста. Один латник, вооруженный двуручником, вполне может противостоять двум-трём алебардирам, если тех не поддерживают щитоносцы, против которых двуручный меч практически бесполезен. Ну а на этом, ребята, моя историческая справка заканчивается. Можете написать свои впечатления об этом мече в комментариях, или если вы владеете практикой данного меча, то, собственно говоря, и свои ощущения. С вами был Илюха, и я думаю увидимся с вами в новых видеороликах. Всем спасибо и удачных вам боев! Субтитры сделал DimaTorzok